Всем привет! С вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.3wbudushim.ru, www.3wbudublog.ru и www.3wmakevara.ru Совсем недавно на YouTube или где-то, я не знаю, появилось видео, что некий мастер известный мастер в Рунете, значит, поломал Макевару Бадюкашилова. Выложено видео, где он наносит два, значит, удара, и боёк Макевары ломается напополам. Много отзывов, так как у этого мастера много фанатов, но я хочу немножко разочаровать фанатов и ответить на эту рекламацию или, я даже не знаю, или провокацию, что вернее всего. Вот. Может, кстати, мастер этот сам и не питал никаких лично целей против Макевары Бадюкашилова, но его, значит, использовали тогда вслепую, что называется. Вот. Значит, что касается видео, я проанализировал его, ну, потому что, конечно, безусловно, как автор Макевары, я рассматриваю все рекламационные случаи сам. Они не частые, они очень редкие, прям чрезвычайно. На 100 Макевар вряд ли бывает один из случаев какой-то проблемный, ну, вот. И постоянно коэффициент качества растёт. Ну, этот случай, значит, я рассмотрел полностью сам. То есть, всё видео проанализировал, и я обязательно, не на блоге своём, на www.budoblog.ru, статью напишу, выложу, вы там её найдёте, вот, где будет собрано полностью это видео. Как называться будет оно, пока не знаю, оскольких статьях называться, как будет. Ну, наверное, скорее всего, что-нибудь такое о том, как специально ломают Макевары или что-то вот типа того, что проще вам потом найти было по видео, когда уже самские, ну, статья выйдет. Вот. Так что я хочу сказать по этому поводу. Значит, проанализировав вот всё, там видно прекрасно, если вы найдёте это видео, что уже перед ударом на Макеваре есть чёткая полоска, прямо ровная-ровная, как будто по линейке проведённая. И то, как у лак Макевары касается, как эта полоска раскрывается. То есть, видно, что Макевара была к удару подготовлена, вот. Она уже была разрушена до, собственно говоря, того, как это видео снимать начали. И стоило коснуться Макевары только, да, как это, значит, она сразу. Ну, раскрылась эта щель, и Макевара, и уже боёк-то повис на буквально, там, это волосинки двух, там, заносках таких от фанерки задней, там, не бойка. Так что он действительно, это клеёная фанера, дубовая. В смысле, специально клеёная фанера. Её в магазине купить нельзя. Вот. И что происходит дальше? Ну, этого ещё мало, значит, оказывается. Надо её ударить ещё раз. То есть, наносим удар, и боёк отваливается абсолютно. Прямо напополам так фигак, и он, значит, падает на пол. То есть, мастер поднимает остаток, и с циничным выражением лица таким говорит, вот это Макевара Бадюкашилова, не покупайте. Вот. И на этом видео заканчивается. Ну, собственно говоря, что я могу сказать? Да, Макевара была к удару подготовлена. Я заявляю то, что она уже перед ударом сломана была. Однозначно. Либо надпилена, либо сломана, либо разрушена каким-то образом. Причём, она была разрушена таким образом, что были повреждены все слои Макевары насквозь. Дело в чём? Даже если боёк Макевары и лопается, что бывает крайне редко, то есть, это вообще, это выпиющий случай. Я скажу честно, что бывало такое. За всё время, что Макевары делаются, это было раза, наверное, три или четыре всего лишь. Вот. Из тех Макевар, что были проданы. И то это, как правило, Макевары были, которые впускались в самом мусультуру. В начале, когда ещё шла разработка Макевар. Вот. И это Макевары, кстати, которые на видео, как потом, ну, уже понятно было, из комментариев, это была одна из самых первых Макеваров. Одна из самых-самых первых. Даже ещё когда продажи Макевара не начались. Вот так вот. То есть, реально-то и получается уже больше двух лет, наверное, да? Где-то так, примерно. Вот. Ну, не в этом суд. Макевара должна служить долго, всё нормально. Хотя, на самом деле, и на Байок это единственная часть, на которую гарантия как бы есть. Потому что, пограничники по сроку гарантия. А на всю, значит, остальную часть просто бессрочная гарантия, да, на Макевару. Вот. Так вот, я говорю, что Макевара была подготовлена. И если даже Байок у Макевары лопается, то лопается какой-то лист или два, скажем так, фанеры. Как правило, со стороны, значит, ударной, то есть, со стороны, где кулак бьёт. Почему? Потому что, когда выгибается Байок, то в этом месте самая большая дуга, сгиба. И поэтому движение самое большое идёт с этой стороны. Вот. И лопается пара слоев. И просто Макевара становится мягкой. То есть, Байок не отваливается ни в коем случае. Просто лопаются один-два слоя. И она становится мягкой. И её уже, когда просто дальше бьёшь, она просто проминается очень легко. Ну, так, относительно легко. То есть, она теряет сразу ровно настолько, насколько сопротивление не давал каждый лист. ещё дополнительно. То есть, каждый лист даёт долю сопротивления с вами. Вот. Что, кстати, можно видеть на видео, где Макевара была подарена, значит, Игорь Жижикину, где сам, я ещё, когда Макевары Type S тоже не продавались, сам ударил, и сам сломал. И потом на ней ещё работали, Жижикин там работал, Игорь, Сергей Бадюк. И она просто очень легко проминалась. Вот. Это, опять же, говорю, до того ещё, два с лишним года назад, три почти года назад, когда, нет, два, наверное, года назад, ещё, когда Макевары не продавались в Сирии. То есть, когда шла только разработка Макевара. Вот. Поэтому, я говорю, что я не скрываю ничего. Абсолютно. Да, Макевары мы ломали, я ломал их и сам. Но сейчас, чем мы дольше производим их, тем они становятся лучше. И, собственно говоря, с Макеварки ломаны, мы всегда меняем их. По гарантии. За время гарантийного срока происходит взлом местный. Вот. Так что проблем никаких у покупателей вообще никогда не было. И считаю, что такое рекламационное видео не имеет, в общем-то, права на жизнь, потому что это просто фальсификация. Однозначная совершенно фальсификация. Вот. И на блоге своём, на фейсбуке, этот мастер пишет, что почему-то не предлагают ему производители по гарантии боёв.